Добро пожаловать в куб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Зеркала. Теугольник 2009 года. Грег приглашает свою подругу Джесс, молодую мать-одиночку, провести день на яхте. В кругу своих друзей. Начавшийся сильный шторм переворачивает судно. И оставшихся в живых вынуждены добираться помощи, цепляясь за перевернутый корпус яхты. Спасение приходит в виде огромного океанического лайнера. Судно оказывается пустым. Часы на борту остановились. Но они не одни на этом огромном корабле. За ними кто-то неустанно следит. Кулус 2013 года. Смерть родителей сильно повлияла на судьбу двух осиротевших детей. По прошествии времени, в 20-летнем возрасте, сестра все еще продолжает так считать и хочет доказать брату, что привидение, вышедшее из зеркала, стало причиной гибели близких людей и всех случившихся последующих бед. Тайное окно Писатель Морт Рейни живет в доме на берегу. Еще недавно у него была жена и карьера писателя. Сейчас с женой он встречается только для того, чтобы в очередной раз отказаться подписать документы о разводе. С творчеством у Морта тоже не очень гладко. Он начинает писать и тут же стирает написанное. Все дни напролет Морт только спит или смотрит на экран компьютера. Но в этой его размеренной и тоскливой жизни появляется странный человек, в черной шляпе. Назвавшись Кокни Шутером, он обвиняет Рейни в плагиате. Морт пытается вспомнить, как он писал названный Шутером рассказ. Не мог ли он действительно взять чужую идею? Выясняя все факты, Рейни узнает, что Шутер написал свой рассказ через два года после его публикации в журнале. Морту нужно лишь найти копию журнала и Шутер уйдет. Но до тех пор странный человек в черной шляпе будет преследовать писателя и его жену. Женщина в черном. На дворе конец 19 века. Но хотя люди и пользуются автомобилями, железными дорогами и телеграфом, человек по-прежнему бессилен перед проявлениями сверхъестественного. Молодой лондонский юрист Артур Кипс вынужден оставить своего четырехлетнего сына и отправиться в командировку в уединенную северную деревушку, чтобы составить реестр документов, оставшихся от скончавшегося хозяина поместья Илмарш. Добравшись до места и пообщавшись с негостеприимными местными жителями, он начинает понимать, что над девушкой нависла тень мрачной тайны. Когда же рядом со старым кладбищем ему на глаза попадает загадочная женщина, одетая в черное, это малозначительное происшествие знаменует начало череды леденящих кровь смертей в семьях обитателей деревни. Искатели могил Участники телевизионного шоу «Охотников за привидениями» Искатели во главе с Лэнсом Престоном соглашаются провести ночь в психиатрической больнице, о которой давно ходят жуткие легенды. Запертые на ночь в большом здании больницы, Искатели быстро обнаружили, что теперь бороться с призраками перейдется всерьез, а не понарошку. Так что дожить до утра у них нет никаких шансов. Ключ от всех дверей 25-летняя Кэролайн Эллис устраивается работать сиделкой к пожилому инвалиду Бену Деверо, владельцу огромного особняка неподалеку от Луизианы. Его жена Вайлетт вручает девушке универсальный ключ от всех дверей в доме. Однажды Кэролайн обнаруживает секретную комнату, расположенную на чердаке с массой мистических предметов. Хозяйка утверждает, что вещи принадлежат бывшим владельцам, которые занимались черной магией. Вскоре Кэролайн становится свидетельницей довольно странных и необъяснимых событий и решает во что бы то ли ни стало разгадать секрет таинственной комнаты. Идетикация Бушует жуткий ливень. В поисках укрытия 10 путешественников вынуждены остановиться на ночь в старом придорожном мотеле. Однако вскоре они с ужасом обнаруживают, что это место становится не спасительным укрытием, а смертельной мышеловкой. Люди гибнут один за другим, а убийца, скрывающийся среди них, по-прежнему не вычислен. С каждым новым трупом, оставшиеся в живых, становится все очевиднее, что их вместе собрала далеко не судьба, а чья-то дьявольски изощренная воля, творящая собственное правосудие. Два американских судебных пристава отправляются на один из островов в штате Массачусетс, чтобы расследовать исчезновение пациентки клиники для умалишенных преступников. При проведении расследования им придется столкнуться с паутиной лыжи, обрушившимся ураганом и смертельным бунтом обитателей клиники. Гла Маленький городок накрывает сверхъестественный туман, отрезая людей от внешнего мира. Группе героев, оказавшихся в этот момент в супермаркете, приходится вступить в неравный бой с обитающими в тумане монстрами. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!